Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию программ «Христианские основы». Меня будто бы осенило, что многие христиане не могут нормально принимать Слово Божие, потому что они не заложили правильное основание. Нет смысла ставить крышу, если вы еще не подняли нижние этажи. Дом строится снизу вверх. Конечно же, основание нашей жизни — это сам Иисус. Он сказал, «Я камень, и на этом камне вам нужно строить свою жизнь». Итак, принимая Христа и то, что Он сделал для нас на кресте, мы начинаем закладывать основания для нашей жизни. Он — основание. Все держится на нем и на его завершенной работе. Но нам нужно иметь это основание. В послании к евреям упоминаются семь учений, которые мы в первую очередь должны применить в своей жизни. Это похоже на нижний этаж дома, но без него мы не можем строить дальше. Также эти основополагающие темы названы «молоком слова». Многие христиане пытаются ухватиться за мясо слова и терпят неудачу, потому что они так и не впитали в себя молоко слова. И в этой серии программ мы пытаемся охватить семь основополагающих истин. Пока что мы рассмотрели первые две, и сегодня переходим к третьей. Но давайте снова откроем послание к евреям. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания, то есть основополагающие принципы. Первое. Обращение от мертвых дел. И второе. Верив в Бога. Мы уже детально обсудили эти две темы. Далее третье. Учение. Четвертое. О крещениях. Пятое. О возложении рук. Шестое. О воскресении мертвых. И седьмое. О суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Распространенная ошибка в том, что многие люди видят здесь шесть сфер, а не семь. Они считают, что учению о крещениях — это одна фраза. Но делая так, они кое-что упускают. Хорошо, а зачем автору выделять учение о крещениях? Почему он не говорит «учение о вере», учение о возложении рук и так далее? Звучит бессмысленно. Зачем ему выделять именно учение о крещениях? На самом деле здесь перечислены не шесть, а семь тем. Семь — это Божье число совершенства. Это семь основополагающих доктрин. Переводчикам было сложно, когда они это переводили, потому что получается, что есть учение об обращении от мертвых дел, учение о вере в Бога и учение об учении. Хм, звучит странно, но это действительно учение об учении, а потом идет учение о крещениях. Что же означает учение об учениях, или, как сказано в английском языке, о доктринах? Речь об учении на какую-то тему. А есть и учение об учении, можно было бы сказать так. Именно об этом я хотел бы поговорить с вами сегодня. Основополагающее учение, о котором идет речь, это центральность Слова Божьего в нашей жизни. Центральное место Слова Божьего, или правильное учение в жизни, невероятно важно. Возможно, вы, как и я, харизмат, верите в силу Святого Духа и его водительства, но даже не думайте, что вам не нужно Слово Божие. Слово Божие должно занимать центральное место. Дух и Слово идут вместе. Они в согласии друг с другом. Когда Бог говорит, и когда говорите вы, из вас выходят слова, но также вместе со Словом выходит и Дух, или дыхание. Поэтому Божье дыхание идет вместе с Его Словом. То есть Дух Божий и Слово Божие идут вместе. Их нельзя разделить. Получается, что здесь сказано, что следующее, основополагающее истина, это учение о важности Слова Божьего в нашей жизни. Именно на этом я и хотел бы сконцентрироваться сегодня. Если вы хотите быть учеником Иисуса, то Слово Божие должно занимать центральное место в вашей жизни. Помните, в Евангелии от Матфея, 28 главе, Иисус сказал, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы. То есть Иисус желает, чтобы все стали Его учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. Итак, как можно сделать кого-то учеником? Вначале, конечно же, идет крещение, но потом нужно учить человека. А чему учить? Слову Божьему. Иисус сказал, «Учите их соблюдать все, что Я вам повелел». Итак, самое важное для ученика Иисуса — слышать и соблюдать учение Иисуса. Слово Божие должно занимать центральное место. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 и 32 стихи. Тогда сказал Иисус, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вы не можете быть свободными без Слова Божьего. Никакое духовное переживание не способно заменить Слово Божие. Вы не можете следовать за Иисусом, если вы не слушаете и не исполняете Его Слово. В 1-м послании Тимофею 2-й главе 4-м стихе сказано, «Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Итак, в первую очередь, Бог желает, чтобы вы спаслись с помощью Евангелия, а затем Он желает, чтобы вы пришли к познанию истины, истины Слова Божьего. Как только вы приняли спасение, ваш следующий приоритет — это познать истину через Слово Божие, через Библию. Это основополагающее учение. Но если вы не понимаете силу и важность Слова Божьего, то вы еще не впитали молоко Слова. Поэтому не нужно стремиться к духовным переживаниям, если вы еще не укоренены в молоке Слова. Это даже может быть опасно. Посмотрите 1-е послание Петра, 2-ю главу, 2-й стих. «Как новорожденные младенцам, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам». Итак, если вы хотите расти духовно, то вам нужно Слово Божие в вашей душе. Именно оно станет катализатором перемен для вас. Поэтому Слово Божие существенно важно для вашего духовного роста. Слово Божие наполняет вас. Евангелие от Матфея, 4-я глава, 4-й стих. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Даже Иисус жил Словом от Бога. «Как еда важна для нашей силы и роста, так Слово Божие — это пища духовная». Иисус сказал, что вы должны жить каждым словом, которое выходит из уст Бога. Это ваш духовный хлеб. Когда вы принимаете Слово Божие в ваше сердце, вы принимаете силу, а также питание, необходимое для вашего духовного роста. Без Слова Божьего вы не можете расти. Ваше тело создано из той же субстанции, что и хлеб. Когда вы едите хлеб, он соединяется с вашим телом. Таким же образом, новая жизнь внутри вас подпитывается и подкрепляется Словом Божиим, в котором содержится Божья жизнь и энергия. В послании к евреям сказано, «Слово Божие живо и действенно». Слово Божие — это не что-то сухое и безжизненное. В нем содержится жизнь и Дух Божий. Поэтому вам нужно размышлять над Словом и принимать его внутрь. Оно питает вас и делает вас сильными внутри. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание Богодухновенно, вдохновлено Богом и полезно для научения. Иными словами, все Писание содержит в себе Божье дыхание. То есть, Бог выдохнул его, и в нем есть Божие дыхание и Божия сила. Каждое Слово от Бога наполнено его жизнью. Если Слово проникнет в вас, то оно сделает вас живым». Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. «От Слова Божия, живого и пребывающего вовек». В Слове Божьем содержится жизнь и сила. Поэтому, чем больше Слова Божьего внутри вас, тем больше в вас жизни и силы. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вера — это тоже духовная сила. Чем больше Слова вы принимаете, тем больше у вас веры. Вот видите, как важно Слово Божие. Это ваша духовная пища. То есть Слово Божие очень нужно вам. Да, нам нужна молитва. Нам нужен дух. Это как дыхание. Но то, что вы можете дышать, не означает, что вам не нужна еда. Вам нужно и Слово Божие. Любопытно, что сказал Иисус. «Блаженны алчащие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Есть две сферы, в которых Божья праведность проявляется для нас. Во-первых, нам нужно жаждать праведности или Слова Божьего. Я сегодня хочу пробудить в вас голод по Слову Божьему, рассказав вам, что Он может делать для вас. «Блаженны алчащие, ибо они насытятся». Если вы голодны по Слову Божьему, по духовному хлебу, то вы будете насыщены. А затем сказано, что «блаженны жаждущие Божьего Духа». То есть речь идет и о Слове, и о Духе. Мы должны быть голодными и жаждать. Библия говорит, что Бог дает вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его. Это прообраз Святого Духа. И хлеб, который укрепляет сердце человека, это символ Слова Божьего. Слово Божье укрепляет ваше сердце и укрепляет вас в Господе. Без Слова Божьего вы всегда будете слабым и незрелым христианином. Вы должны принимать Слово Божие в ваше сердце, иначе вы никогда не вырастете. Поэтому не стоит гнаться за духовными переживаниями и новыми трендами. Всегда будет что-то новенькое и интересное, но вам нужно основополагающее Слово Божие. Библия говорит о поедании Слова Божьего. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Процесс поедания Слова — это размышление над Словом. У меня могла бы быть сейчас миска рисовых хлопьев, и я мог бы обсыпать ими голову, но это ничего бы мне не дало. Мне нужно принять их внутрь, чтобы они стали частью меня. Только тогда они передадут мне свою силу. И вот этот процесс переваривания назван Библией, размышлением или медитацией. Он означает пережевывать Слово Божие, озвучивать его, визуализировать его, принимать на свой счет. Когда вы будете это делать, то Дух Святой будет переваривать в вас Слово, и оно станет частью вас, частью вашей души. Книга Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих, говорит «Да не отходится я, книга закона от уст твоих». Как видите, уста играют не последнюю роль в размышлении над Словом. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Мы все хотим быть успешными, и чтобы в нашей жизни все было хорошо. А здесь сказано, что ключ к этому — размышлять над Словом Божиим, впустить Слово Божие внутрь себя, и тогда вы начнете практиковать его. После этого вас ожидает успех. Следовательно, мы должны высоко ценить Слово Божие. Слово Божие — это существенно важная вещь в жизни. Вы помните Марию и Марфу? Мария была сконцентрирована на Иисусе, сидела у Его ног и слушала Его слова. А Марфа была сердита на Марию. Но когда Иисус прокомментировал эту ситуацию, Он сказал, одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. В жизни много хорошего. Но существенно важно только одно. И согласно Иисусу, это вкушать Его Слово. Все остальное второстепенно. А Слово Божие должно быть для вас на первом месте. Если у вас нет такого отношения к Слову Божьему, вот почему это молоко Слова, и оно должно быть утверждено в вашей жизни. Дьявол и ваша плоть пытаются отвлечь вас, чтобы вы были сфокусированы на чем угодно, но только не на Слове. Тогда внутри вас не будет той силы, которая вам так нужна. Поэтому вам нужно откровение о важности Слова Божьего. Если вы будете иметь Его, то вы будете оснащены и не позволите ничему отвлекать вас от Слова Божьего. Первый Псалом прекрасно отражает эту ситуацию. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разворотителей, но в законе Господа воля Его». То есть для этого человека Слово Божие — это закон. «И вот об этом законе он размышляет день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своем, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вода — это символ Слова Божьего. Пребывая в нем, ваше сердце и душу переполняет жизнь Божия. «Вы, как дерево, получаете от него всепитательные элементы, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет». Размышление над Словом Божьим укрепляет его душу, и он успешен во всем, что он делает. Речь о человеке, который сажает себя у Слова Божьего, потому что именно там есть жизнь. Он знает, где находится Божие обеспечение. Поэтому он сажает себя и черпает все хорошее из Слова Божьего. И в результате он дает хорошие плоды. Получается, что размышление над Словом Божьим невероятно важным, и оно является основанием нашего христианства. В послании к Коринфянам сказано, что мы как растения. Это еще одна метафора нашего духовного роста. Мы как растения появились из Божьего семени, когда родились свыше. Это семя есть внутри нас, но мы должны поливать его, чтобы расти духовно и приносить плоды. То есть мы посажены Богом. У нас новый дух. Но чтобы расти дальше, нам постоянно нужна вода. Вода Слова Божьего. В первом послании к Коринфянам, третьей главе, шестом и седьмом стихах, Павел пишет, «Я насадил, посадил семена через проповедь Слова, Аполлос поливал». Аполлос был проповедником, и проповедью Слова он поливал эти семена. «Но возрастил-то все Бог». То есть Бог — это причина всего духовного роста. Но для этого он использует учение Слова Божьего. Так он поливает нас, и рост продолжается. Растение без воды не будет расти. «Внутри вас есть Божьи семена, но вы не будете расти духовно, без полива Слова Божьего». Это приводит нас к классической притче на эту тему. Притча о сеятеле. И Иисус сказал, что эта притча — номер один. Эта притча объясняет, как действует Царство Божие. Он сказал, что все действует через семя. Например, «Вы или ваше сердце — это почва, а семя — это Слово Божие». А сеятель сеет семя. «Сеятель сеет Слово Божие в сердца». Вот как действует Царство Божие. Бог действует в вашей жизни, засевая семена ваше сердце. Если ваше сердце будет в правильном состоянии, восприимчиво к Слову Божьему, это Слово будет расти в вас и будет приносить плод в вашей жизни. Вот он, ключ к вашему успеху и к вашему духовному росту. Ваше сердце должно быть хорошей почвой, которая принимает Слово Божие и постоянно поливается Словом, пока не даст плода. Конечно же, вы знаете эту историю из Евангелия от Луки, 8 главы. Там сказано, «Вышел сеятель сеять семя свое». «Семя» — есть Слово Божие. А затем в притче описаны этапы роста семени, а также разные факторы, мешающие росту. На первом этапе семя почти не выросло, а затем оно выросло чуть больше, ну и так далее. Это разные виды почвы. Описан также процесс развития семени. Например, почва номер один сказано, что иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. В этом случае человек не уделяет внимания Слову, не понимает его и быстро отвлекается. Поэтому это Слово даже не проникает в землю. Поверхность — это разум. Слово должно проникнуть в разум, чтобы потом проникнуть уже глубже, в само сердце. Вначале нужно уделить внимание Слову, чтобы понять его. Только тогда оно сможет пойти дальше. Первая почва пошла не очень далеко. Просто пришел сатана и украл семя, потому что человек не был внимателен к Слову. Далее, почва номер два. Это каменистая или неглубокая. А иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. В этом случае семя все же опустилось в почву, но оно не пустило сильные корни. То есть, речь о человеке, который понимает Слово, но не продолжает размышлять над Словом, не поливает семя, поэтому его корни были слабыми. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. И в этот раз прогресс чуть больше. Семя посажено, но оно не развило корневую систему. В следующем случае дело пошло еще дальше. Семя посеяно, и у него есть корни, почва номер три, а иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. Это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Итак, тут прогресс еще больше. Семя посажено, у него есть корни, но человек позволил другим сорнякам вырасти рядом с ним, и они заглушили Слово. В почве есть определенное количество нутриентов, и, допуская рост сорняков, Семя Слова заглушается. Это еще один способ, как сатана мешает человеку приносить плоды. Итак, этот человек принял Слово, но он позволил себе отвлечься на заботы и на различные удовольствия. В этом нет ничего плохого, но при этом он не уделяет должное внимание Слову Божьему. Для него Слово Божие это лишь один из многих аспектов жизни, поэтому его заглушают другие вещи. И как результат, Слово Божие получает очень мало внимания. Внимание есть, да, но его недостаточно. Слово Божие должно быть на первом месте в нашей жизни, если мы хотим, чтобы оно приносило плоды. Если вы верите, что в нем содержится сила Божия для хороших результатов, то вы должны уделять ему безраздельное внимание. Ну а затем идет почва номер четыре. Иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод старичный. Это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Это те, для кого Слово Божие на первом месте. Посреди всех важных вещей в их жизни Слово Божие всегда на первом месте. Вот что приносит хорошие результаты в их жизни. Эти люди держат Слово на первом месте, поливают его, уделяют ему все свое внимание, и они приносят хорошие плоды. Плод в тридцать, шестьдесят и сто крат зависят от уделенного ими внимания. А затем Иисус делает вывод. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит, да, слышит. Это его основная мысль. Кто имеет уши, чтобы слышать Слово Божие, пусть слушает и продолжает слушать. станьте фанатиком, постоянно слушайте и размышляйте над Словом Божьим, поливайте его Словом Божьим, и это произведет вас стократный урожай. Ничто, кроме Слова Божьего, не способно на это. Затем Иисус истолковал свои же слова. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется то, что он думает иметь». Иными словами, кто имеет уши, чтобы слышать, кто уделяет все свое внимание Слову Божьему, тому дано будет больше благословений, плодов и роста, а тот, кто невнимателен и не слушает, то даже то, что он имеет, будет взято от него. То есть, это послание. О самой главной притче о Слове Божьем. Вся суть в том, что нам нужно иметь уши, чтобы слышать, какой бы почвой вы ни были сейчас, если вы продолжите слушать Слово Божие, продолжайте поливать это сень, и оно будет расти, давать плоды в вашей жизни. Сказано так, какую меру используете вы, такая же мера, будет использована по отношению и к вам. Слушающим будет дано. Иными словами, мера внимания к Слову Божьему определяет меру ваших плодов и результатов. Слушающим обязательно будет дано. Смотрите, как именно вы слушаете тем, кто имеет уши, чтобы слышать, дано будет. А у тех, кто не имеет уши, чтобы слышать, отнимется даже то, что они якобы имеют. Отнимать к Слову будет дьявол. Поэтому поставьте Слово Божие на первое место в своей жизни, и успех вам гарантирован. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл Хэддингтон, Оксфорд.